Привет, слугах, и клаустрофобия является одной из форм психических расстройств, поэтому, конечно же, можно говорить о том, что назначать препараты мы вам ни в коем случае не можем. Здесь я соглашусь с коллегой, но что можно сделать, во-первых, в обязательном порядке вам нужно овладеть релаксацией, это правильно, совершенно, овладеть релаксацией нужно. Ну, много способов релаксации есть, то есть вы можете их посмотреть в интернете, вот, релаксаций много, проблем с поиском релаксации не будет. Релаксация нужна для того, чтобы, значит, вы смогли достаточно эффективно использовать те психологические средства, которые я вам предложил. Значит, во-первых, первое психологическое средство. Поскольку вам через 20 дней только предстоит это, то, соответственно, я думаю, что время еще есть немножечко, и вы вполне можете успеть. Успеть что? Ну, во-первых, успеть поработать. Посмотрите, поскольку вы боитесь именно замкнутых пространств, то, соответственно, когда вы попадаете в такое пространство, вам, естественно, вам, естественно, сразу нам это страшно, тяжело и так далее. Вот. И, в общем-то, ситуация, она такова, что страшно не то, что вы попали, попали именно в эту ситуацию. А страшно, скорее, другое. То, что вы не контролируете ее и не знаете, что вам делать, не знаете, как вам быть в этой ситуации. Поэтому я предлагаю вам сознательно поместить себя в ситуацию, ну, скажем так, частичной замкнутости. То есть попробуйте побыть в месте, где не совсем замкнутое пространство, а, ну, такое, скажем, ну, не совсем замкнутое, да? Вот. И, соответственно, постарайтесь в этом, побыть в этом пространстве, постарайтесь как-то, ну, находиться в нем какое-то время хотя бы. Вот. Чтобы у вас, ну, чтобы вам не было, прямо, страшно, вот, очень сильно. А чтобы, ну, просто была такая, вот, тревожная, чтобы был дискомфорт и все. Вот. Обязательно в этом, в этом, в этом месте обязательно используйте техники релаксации, которые найдете, там, управление для сагмана, дыхание, вот, и прочее. Вот. Это важно. Это важно. Дальше. Значит, ну, тут уже вам решать, сколько вы будете так делать, и будете ли вы вообще так делать, то есть я имею в виду, что будете вы помещать себя в этом, ну, в это пространство или не будете себя помещать в этом пространстве? Вот. Я думаю, что в любом случае, в любом случае эффект будет, если вы отнесетесь серьезно к этому, да? И дальше. И дальше. И дальше. И дальше. Дальше. Значит, дальше. Теперь, после того, как вы сделаете это, нужно будет, чтобы вы, когда находились в этом месте, задали себе вопрос. Что такого страшного со мной происходит? То есть вот, что со мной происходит страшного? Чего я боюсь? Чего я боюсь? Чего я боюсь? Наступило ли то, чего я боюсь? Или нет? Вам будет легче это делать, если вы, ну, если вы не будете сразу в тяжелой ситуации для себя. Вам будет легче, если вы будете, ну, в такой, знаете, не сильно тяжелой и не сильно легкой ситуации. То есть, чтобы не было такого, что помещение, например, в котором вы оказались, чтобы оно совсем на вас не оказывало никакого влияния. Это, конечно, не хорошо, это, конечно, неправильно. Определенно. Вот. Ну и совсем полностью себя помещать в место, где вы испытываете страх, тоже не нужно. Вот. Далее. Представьте себе, что то, чего вы боитесь, все-таки, ну, вот, все-таки, в случае, в случае, в случае. Подзавайте себе вопросы, так ли это будет страшно для меня, что я буду делать с этим, как я буду себя вести, ну, и так далее. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот так вот рационализируйте свой страх, свой страх. И я уверен, что к полету, к полету вы уже сможете неплохо так ориентироваться в закнутом помещении и сможете, соответственно, работать нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Помните, что ваша проблема, она, как вам и сказали мои коллеги, проблема ваша не решается, к сожалению, вот, быстро. Проблема ваша решается только длительной терапией, длительной консультацией, вот, потому что нужно разбирать, откуда это у вас стоит у вас. Страхи нужно проговаривать обязательно, выражать их, рационализировать, говорить, 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 и, соответственно, вам будет постепенно, постепенно будет все меньше и меньше давления на вас. Вот, но без работы, без аналитической работы, без психологической помощи с этим у вас ничего не получится, вот. Ну, в теории 20 дней, это почти две с половиной недели, то есть это можно встретиться вам с психологом, сколько, если два раза в неделю, то, соответственно, пять или шесть раз, ну, думаю, пять раз. Вот, за пять раз, в принципе, можно существенно снизить градус вашего напряжения и страх вас уже так сильно мучить не будет. Но, опять же, это зависит все от вас, то есть находите ли вы этого или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам еще раз. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.